Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня в Барнауле работают депутаты Государственной Думы и представители Совета Федерации. В Алтайском крае они проверят реализацию семи национальных проектов. В расписании федеральной группы посещение школ и детских садов, больниц. Гости посмотрят дороги, которые строят по национальному проекту, побывают на предприятиях, пообщаются с жителями. Цель – выявить проблемные моменты и найти способы их решения, а также отметить положительные примеры. После завершения мониторинга депутаты выскажут свое мнение на совещании в правительстве. Подробности в вечернем выпуске. Ну а эту проблему не заметить невозможно. Автобусы переполнены. С такой жалобой в редакцию «Толка» обратилась жительница Барнала. Девушка живет в районе Павловского тракта. Говорит, автобусы 19 и 20 маршрутов сильно перегружены. Так ли это и можно ли проблему разрешить? Выясняла Полина Жданова. Говорят, на Павловском тракте с сентября по утрам только две проблемы. Это пробки и переполнены автобусы. Люди не могут залезть с утра практически ни в один маршрут. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот, пожалуйста. И сейчас попробуем, наверное, сами. Но очевидно, что мы этого не сделаем. Чтобы уехать на работу, горожане выходят из дома на остановке за час, а то и за два. Чтобы не опоздать. Переполнены как малогабаритные, так и большие автобусы. Самые загруженные маршруты – 19 и 20. Барнаульцы говорят, осенью проблемы с транспортом по Павловскому тракту возникали ежегодно. Но в этот раз дефицит автобусов ощущается острее. 20 маршрут. Сесть невозможно вообще. Идет далеко. По 19-й, как говорят, урезали. То есть вот в это время, где-то начиная с 7-ми, уехать фактически невозможно. Там либо третий, либо четвертый автобус. И условия поездки оставляют желательно. Сейчас, да, похожая ситуация, чем в прошлом году. Сейчас, конечно, сентябрь. Потом должно стать немножко полегче. Но в прошлом году было проще уехать гораздо. Десять автобусов пропускают в своем 5 утра. Это ужас просто. На каком ездите? На 20-й, 19-й, до центра. Часто опаздываете из-за этого? Да, очень часто. Мы можем на полчаса, можем на час даже опоздать. Помимо городского транспортного комитета, за выход автобусов на линию отвечают и частные компании. Мы связались с представителем 19-го одного из самых дефицитных маршрутов. Оказалось, машин достаточно. Но они не могут вывезти их на линию. Катастрофически не хватает водителей. Кадровый голод пытаются решить любыми способами. Никак это не решить, эту проблему. Если вы замужем, приводите мужа. Это проблема всего города. Не хватает водительского состава. Работа сложная, тяжелая, люди бегут. В администрации Барнаула нам сообщили, что 20-й автобус выходит на линию в том же количестве, что и обычно. Просто ему удлинили путь до поселка Лесной. Соответственно, вырос и пассажиропоток. А на 19-м, чтобы решить проблему, требуется минимум четверо водителей. Власти также сообщили, что в планах после ремонта дороги на улице Солнечная Поляна оборудовать новые остановки и выпустить либо дополнительные автобусы, либо вообще создать новые маршруты. Возможно, коллапс с общественным транспортом в отдаленных уголках города. Всего лишь временные трудности, которые просто нужно переждать. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Барнаульской гордуме исполнилось четверть века. По этому поводу сегодня в мэрии собрались депутаты всех созывов с 1 по 7. Также в праздничном заседании принимают участие чиновники правительства края, Заксобрания, а также соседних городов Томска, Новосибирска и Горноалтайска. Накануне депутаты Барнаульской думы уже символически отметили юбилеи. В Нагорном парке они высадили 25 яблонь. Чиновники пообещали, что в будущем будут ухаживать за деревьями. Кстати, хоть и принято считать, что Барнаульской гордуме исполнилось 25 лет, впервые дума появилась в конце 18 века. Правда, она была принципиально другой. Представители всех сословий в думе стали собираться уже в конце 19 столетия. Дореволюционную городскую думу в основном представляли дворяне и купцы. Ну, а дума о новейшей истории была основана весной 1994 года. Главой городского самоуправления стал Владимир Баварин, который одновременно был и главой администрации Барнаула. В состав гордумы тогда входило всего 11 депутатов, сейчас их 40. Сегодня в Барнауле трем семьям передали останки воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной. Их нашли в республике Карелия, Ленинградской и Вологодской областях. Опознали благодаря солдатским медальонам. Они погибли с оружием в руках, защищая Родину. Просто многих из них до сих пор еще не нашли. А тех, кого нашли, нашли безымянными. Статистика неумолима. На 100 найденных солдат только 2-3 подписные вещи или медальона. Также погиб Сергей Голованов. Его останки волонтеры нашли в Ленинградской области. На фронт Сергей Григорьевич уходил из села Ануйская ферма Солоняшинского района в 41 году. А в 42-м уже пропал без вести. Дома тогда остались 4-летний сын и супруга. Рядом с ними в поселке Хануйский красноармейцы и предадут земле. Знали, что да, погиб, пропал без вести. Но никогда не было мыслей искать. Думали, ну, где-то пропал, где под Ленинградом пропал. Это нам было все известно. Никогда не искали. И то, что через 77 лет нам доведется вот так принимать останки нашего близкого человека, это вообще для нас было такой шокирующей новостью. Он был поднят весной в мае в болоте, в том месте, где насмерть с 41 по 44 год стояли солдаты 272 и 368 стрелковых дивизий, в том числе дивизии, которые были сформированы на Алтае. Иван Кипреев ушел воевать 20-летним парнем из села Акутиха. С 43-го считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили в Вологодской области. Родственники и не надеялись, что когда-нибудь встретятся с ним. Но теперь им хотя бы будет куда приходить, вспомнить и помолчать. Готовится к похоронам. С Арцом и с дедом рядом в Акутихе. Сегодня увезем и похороним, там уже готовятся. Григория Дубовецкого нашли в республике Карелия. На фронт он ушел в 41-м году. Похоронят его в Новоалтайске. Вместе с останками подняли личные вещи красноармейца. Кружку, каску, ложку. Эти предметы отдали семье. Родственники Григория Марковича встретились только благодаря тому, что волонтеры нашли останки солдата. Нас нашли. Сначала нашли бабушку, а потом бабушка сказала, что мы маленькие, оставались у нашего отца трое детей. И нашли нас. Ежегодно по всей стране поднимают останки тысяч солдат. Но вернуться домой удается единицам. И сегодня троих наших земляков проводили в последний путь. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле скоро появится первый пешеходный фонтан. Он будет расположен в сквере Панфиловцев. Там сейчас идут ремонтные работы. Через полтора месяца на территории также будут детская площадка, спортивная площадка, установят лавочки, высадят деревья. Подробнее Ирина Корчагина. Жизнь спального района скоро забьет ключом. В прямом смысле. Прямо из тротуара здесь заиграют 26 струй высотой до 9 метров. Фонтан будет с подсветкой. И самое интересное, он пешеходный. Раньше в сквере Панфиловцев тоже был фонтан, но уже старый и аварийный. На все работы было выделено 22,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Причем жители города сами обратили внимание властей на этот сквер. В рамках проекта формирования комфортной городской среды около 9 тысяч человек проголосовали за то, что скверу необходим ремонт. Под благоустройство попала еще и аллея на Исакова. Кстати, следующее голосование на сайте администрации города запустят в конце октября. Это одно из любленных мест наших здесь жителей в микрорайоне. Поэтому мы очень ждем, когда наконец реализуются все наши предложения. Долгожданное такое событие мы ждем. Вот каждый раз гуляем, наблюдаем. Кстати, в крае это уже не первый пешеходный фонтан. Год назад такой появился в Бийске и сразу же завоевал любовь бейчан. Но жители Барнаула смогут оценить новое культурное пространство уже в ноябре. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.